Жестовые языки вообще вводные, то есть, ну вот решил такую еще семью рассмотреть как жестовые языки, два четверга будет, то есть 8 клипов делаю, этот клип общая характеристика и потом какие-то конкретные. Ну тоже знаковая система и как раз в период расцвета структурализма 60-70-е прошлого века любили все системы тоже описывать и описали их тоже как языки. То есть в качестве полноценных языков они признаны недавно, лет так 50, ну, конечно, языком они являются по всем определениям. Ну, кстати, я планирую и компьютерные языки рано или поздно рассмотреть, тоже ведь система семантическая, но позже. Ну, определяется как самостоятельный язык, состоящий из жестов, которые производятся руками, там, мимикой, формой, движением рта и губ и так далее. Наиболее известные и очевидные это вот языки глухих, но в принципе жестовый язык ограниченный по коммуникативным функциям может быть у слышащих. Допустим, вот на стройке, где постоянно шум, они там жестами определенными говорят там вверх поднимай, вниз поднимай и так далее. Ну, или вот недавно в дневниках жестовый язык, который используется при спасении с помощью самолета, вот там какими-то жестами показывают, допустим, люди, что там они нуждаются в еде, или еще что-нибудь там, они находятся в опасности, или вот там посади самолет. Так как тут есть, в принципе, знак, то есть есть какой-то жест и есть его значение, да, произвольное, то это язык, просто он ограниченный, то есть в нем слов мало. А полноценный жестовый язык, это, конечно, у глухих, где слов много и вся реальность обозначается. Ну, и есть такое неправильное представление о том, что жестовый язык, допустим, глухих, это просто передача звукового языка каким-то способом. В жестовый язык глухих входит дактилирование, то есть есть у них способы обозначения букв звукового языка с помощью жестов, но так они на самом деле не общаются. Конечно, 90% того, что они употребляют, жестов, это иероглифы, то есть они жестами обозначают понятия, причем они часто довольно сложные понятия, которые у нас с предложением целым обозначаются, они обозначают одним жестом, что касается реальных глухих, да. Дактилирование у них применяется для обозначения имен собственных, допустим, чтобы сказать там «Аня», они действительно будут буквы обозначать, ну и все, вот максимум. То есть, если брать, как бы сравнивать с письменностью, да, то это реально походит на шумерскую или египетскую письменность, то, как они общаются жестами. То есть, в основном иероглифы, но имена собственные, да, для обозначения имен собственных есть у них какая-то вот система, напоминающая алфавит. Ну и, в принципе, эти жесты в языке, они на самом деле независимы от словесных. Для одного и того же языка, звукового, допустим, английского, может быть несколько жестовых. То есть, там у них собственная внутренняя грамматика. Их пытаются, когда обучают, их пытаются имитировать какой-то язык, обычно они не любят это. То есть, пытаются, чтобы они вставляют туда предлоги какие-нибудь, имитируют, допустим, русский язык. Пытаются таким образом их, как бы, это помочь им изучить письменность, там, на русском языке глухим. Но обычно, когда они реально общаются, они все это пропускают и говорят вот именно этими иероглифами, потому что так удобнее. Ну и у нас имеются сордопереводчики, то есть, переводчики с жестовых языков на звуковые, это мы знаем, да. То есть, те, которые слышат, но могут жестами изображать, чтобы переводить для глухих. Жестовые языки сравнительно недавно формируются. Дело в том, что глухих обычно же, когда у нас было аграрное общество, население было маленькое, обычно, допустим, жили же все по деревням, и в деревнях глухим не с кем разговаривать было. То есть, глухих там в одной деревне было, может быть, 2-3 человека, и поэтому не было необходимости в общенациональном жестовом языке, они не встречались. В то же время, так называемые деревенские жестовые языки, я тоже рассмотрю, известны они в отдельных поселениях, где глухих много. В Бразилии там, допустим, среди индейцев и так далее. Это раз. И второе, были жестовые языки межнационального общения. Допустим, в Северной Америке там много языков индейцев, и они принадлежат к разным языковым семьям. То есть, между собой они полностью непонятные, и даже сама логика языка разная. В связи с этим там был тоже универсальный жестовый язык для торговли. Там было порядка 500 жестов, на которых можно было минимальную торговлю организовать. То есть, это был жестовый язык между слышащими. В силу того, что население, там буквально каждые 3-4 деревни, это разные языки. Он был как язык межнационального общения в Северной Америке для индейцев. Значит, когда формируются национальные языки глухих, очень поздно, примерно конец XVIII века, когда уже пошло индустриальное общество, начали формировать учебно-воспитательные центры для детей с нарушениями слуха. И вот тогда уже начали разрабатывать систематические жестовые системы. Ну, уже вот я тут описывал XVIII век. Восемнадцатый век вообще период линговой конструкции. То есть, там была концепция Лейбница, что универсальный язык на иероглифах нужно создать. Формировали национальные стандарты первые, тот же вот русский язык. И не только там, и чешский, и так далее. Тогда вообще, как бы, они считали, что язык нужно сконструировать, когда он нужен. Ну, и в том числе, они сконструировали язык для глухих в то время. У них рационализм был, основная парадигма классицистская. Но, тем не менее, выяснилось, что, значит, нет смысла искусственно создавать жестовую интерпретацию, там, допустим, французского или немецкого. Выяснилось, что у глухих какие-то естественные жестовые языки уже есть, когда начали вот систематизировать. Ну, и, значит, сразу, когда началась конструкция и обобщение, вот пошел этот конфликт, что слышащие, которые пытались создать, допустим, французский язык для глухих, пытались внести в язык обозначение грамматического рода, артикль, предлоги, которого в реальных языках глухих не было. И глухим это было не нужно. Потому что, ну, все вот эти особенности, это какие-то особенности французского языка, как звукового, которые там сформировались путем длинной эволюции, для передачи значений они не нужны. Поэтому пытались глухим это навязать, но они, как правило, это все не воспринимали. В середине 18 века в США переехал глухой французский учитель Лоран Клерк. И Лоран Клерк пытался в США уже работать с глухими, и там создал на основе французского жестового языка, то есть первый вообще жестовый язык системный, это был французский. На основе французского он создал язык для глухих в США на английском языке. Ну и вот где-то 1817 год считается, что создали Амслен. Амслен, значит, это американский жестовый язык. Вот американский жестовый язык основан на французском жестовом языке. В то же время параллельно имелась германская школа, которая в частности создала британский жестовый язык. То есть если у нас американский вариант английского языка довольно сильно походит на британский, то жестовый язык у них принципиально разные. То есть вот американский жестовый язык и британский, это два разных совсем жестового языка. У них разные системы, потому что американский восходит к французскому, а британский больше к немецкому жестовому языку. А это было две противоположные школы. Ну и вот сейчас Амслен, в принципе, наиболее известный международный язык, это именно американский жестовый язык. Что касается России, 1806 год первая открылась школа для глухих, и она работала тоже по французской методике. В результате русский жестовый язык, который в России распространен, походит на американский, и они оба происходят от французского. Как я уже говорил, там в основном иероглифы, они на самом деле не зависят от звукового языка. То есть русский жестовый язык это французский жестовый язык, но с некоторыми модификациями. Но понятно, что русские буквы показывают по-другому. Они буквы показывают какими-то жестами, напоминающими буквы. А американский походит, потому что американский тоже происходит от французского. Скорее всего, какое-то взаимопонимание там есть. Но они развиваются еще эти жестовые языки, то есть глухие какие-то новые жесты придумывают там, реальность развивается. Но это одна языковая семья, вот этот французский, американский и русский. В СССР этот русский жестовый язык централизованно распространялся, и все, короче, колонии СССР по типу Пашкирия, там Украина, они все переобучены на русский жестовый язык. И после распада СССР это все сохраняется, естественно. Все-таки разошлись основные жестовые языки, поэтому имеется жестуно. 1951 год появилась Всемирная Федерация Глухих, и уже на первом же Конгрессе предложились сделать стандартный жестовый язык. Потому что проводились все время всякие конгрессы, конференции, симпозиумы по проблемам глухих. Там участвовали и глухие, и слышащие. И выяснилось, что глухие друг друга не понимают уже к 20 веку, хотя с 18 века, собственно, начали кодификацию языков глухих. Вот уже в 20 веке они друг друга не понимали. Поэтому пошла разработка Международного языка жестов. В 1973 год выпустили словарь уже упрощенного жестового языка. На 7-м Всемирном Конгрессе по проблемам глухих в 1975 год утвердили так называемую Международная жестовая речь, это Международная жестовая система. То есть сейчас имеется также Международный язык глухих, который применяется на Международных мероприятиях, допустим. Есть Паралимпийские игры для глухих и так далее, там Съезды глухих, вот там имеется уже Международный язык. Значит, с точки зрения лингвистики, вот структуралисты уже их развентили в 60-е и 70-е, то есть показали, что это язык полноценный, во-первых. И там имеются все компоненты, которые такие же, как в звуковом языке, просто там они как семантические другие. Ну, в частности, имеется полный аналог фонемы, который называется херема, то есть вот один жест, он делится тоже на отдельные компоненты, которые называются херема. Ну, херема это, например, положение, допустим, вверху мы рукой машем, там, на каком уровне машем, на уровне головы, на уровне шеи, на уровне, там, груди, вот это херема. Ну, в принципе, значит, 1960 год Вильям Стоуки написал, собственно, книгу «Структура жестового языка». Это все структурализм, который я очень скоро, кстати, буду по истории лингвистики излагать. Уже в октябре я сейчас начну, возобновлю историю лингвистики, она там сейчас до млада грамматиков имеется, вот всю сделаю, и в 20-м веке буду очень подробно структурализм излагать, основной метод лингвистики, который до сих пор таковым и остался. То есть, несмотря на все вот эти пляски постмодернистов, ничего нового в методологию лингвистики они не принесли. Лингвистики так и остается структурализмом полностью господством, потому что и не могут. Они пытаются создать постмодернисты собственную филологию бредовую, ну, в общем, я дойду еще до Дериды, до прочего маразма, какую-то свою этнологию даже, как я тут рассказывал, полный бред. Структурализм как был, так и остался, в принципе, высшим достижением методологии гуманитарной. Ну, вот вернусь я, значит, к языкам жестовым. Структуралисты их описали уже как семантически. Поэтому вот в этой книге Вильяма Стоуки 1960-го языка «Структура жестового языка» Жест делится на херемы, это аналог фонемы, то есть минимальная значимая единица. И херемы имеют три класса. Значит, табы – это место, где этот жест исполняется, допустим, справа от головы. Деза – это конфигурация руки. То есть там рука прямо у нас, пальцы там каким-то образом загнуты, так, сяк, это деза будет. А сига – это как движется, то есть у них еще важно же не только как рука стоит, а как она движется вверх, она при этом движется вниз, там и так далее, по кругу. Ну и вот когда американский жестовый язык анализировали, получилось, что там 12 табов, то есть 12 положений, в которых жест осуществляется, 19 дезов, то есть 19 способов руку развернуть, и 24 сига, то есть 24 способа двигаться. В французском языке глухих 16 табов, 17 дезов и 20 сигов и так далее. Вот когда мы уже на минимальные значимые единицы поделили, мы можем записывать. Поэтому Стоуки разработал систему записи жестов как последовательность таба, деза и сига. Но надо сказать, что там жест записывается не только как тдс, потому что может, допустим, две руки, двумя руками может махать. Тогда записывается как таб, два деза, то что две руки, или два сига. То есть может быть не один дез, а один сиг, может быть несколько. Два сига – это когда он движется в разные стороны, допустим, две руки, или одна рука выполняет два-три движения, тоже такие жесты у них есть. Поэтому это довольно сложно, и русский жестовый язык тоже так расписывает, но это позволяет понять четкую структуру. Когда он, допустим, как-то сложно рукой машет, мы это расписываем на отдельные значимые элементы, и дальше анализируем, как устроен-то вообще язык там, как вот эти все элементы, они в потоке этой речи, жестовый, как они контактируют, какая там синтагма, парадигма, что там, к чему, как систему мы можем расписать это все. Ну и вот после работ структура листа в СТОУКе уже пошло систематическое изучение лингвистического этих языков. Только вот последние лет пятьдесят. Ну и выяснилось, что там собственная вся эта самая семантика, собственная синтаксис, и до сих пор их довольно интенсивно изучают, что они все-таки, это полноценный язык, но он сильно отличается от звукового по многим параметрам. Значит, по каким параметрам? Во-первых, у них конкретность. Слова более абстрактны, звуковые слова более абстрактны, а жесты в языках глухих более конкретны. В частности, допустим, у них нет многих абстрактных понятий. Допустим, большой. Вот у нас большой может быть дом по размерам, да? И, допустим, большой может быть заработок, большая зарплата. Это разные, на самом деле, вещи. Вот что-то абстрактного большого там нет. Большой дом они одним жестом показывают, а много денег другим жестом. Или, допустим, идти. Это очень абстрактный глагол, обозначает любое перемещение, вот такого точно нет. У них много жестов, которые обозначают разные перемещения, и абстрактного какого-то жеста, который вообще идти, у глухих нет. То есть, более конкретный язык там. Второе, вообще, жест текотей к тому, что он изображает. То есть, он, если в звуковом языке звуки, естественно, как правило, не изображают внешний вид предмета. Ну, иногда, то есть, там некоторые, есть тенденции, если кто-то спорит о том, изображают ли звуками, да. То есть, могут, допустим, не знаю, в японском есть класс звуков, которые обозначают переживания различные, ономотопеи, через звуки, да, там, тук-тук-тук, там что-нибудь вот такое. Я про это говорю. Да, ну да, допустим, вот стук мы обозначаем через стук-тук-тук. В какой-то степени этот звук походит на звук стука. Это какая-то образность есть в языке, но она, согласитесь, очень маленькая, потому что мы звуками не можем показывать расположение чего-то в пространстве. А вот жесты, они же тоже в пространстве. И жесты у них часто образные. Допустим, они, когда крышу показывают, они как бы руками рисуют крышу. Или когда они показывают дедушка, они показывают бороду, эти глухие. Или когда показывают книгу, они как бы раскрывают страницы. Когда они показывают любовь, они прикладывают руки к сердцу. Вот. То есть у них слова изобразительные. Вот я говорю, вот в принципе, из того, что известно для слышащих, это напоминает иероглифы. Иероглифы тоже могут, в принципе, изображать предметы. Хотя китайские схематические, египетские больше изобразительные, конечно. Вот. Тем не менее, часто у них отрываются. То есть у них абстрактность такая есть. То есть все, конечно, показать нельзя руками. Поэтому часто то, что они изображают, оно не походит на предмет. То есть нельзя сказать, что они полностью рисуют. Ну, тут тоже, опять же, можно сравнить с иероглифами, которые тоже часто не рисуночные. Некоторые иероглифы рисуночные, а некоторые нет. Причем больше там не рисуночных. Вот поэтому у них это язык, то есть они не изображают руками предметы. Тоже это не так. Но у них многие знаки имеют изображение происхождения рисуночных. То есть они пытаются рисовать предметы руками, а потом уже из этого язык складывается. Но говорят даже абстрактные жесты все равно этимологически. Можно показать, что они восходят в какой-то попытке что-то изобразить руками. А потом уже они оторвались и стали абстрактными. Ну, образность жеста, вот этот признак, он способствует его запоминанию и способствует, на самом деле, взаимопониманию глухих. То есть они быстро усваиваются. Если, допустим, учить какой-то конкретный язык, нужно учить его фонетику, учить слова, которые оторваны от реальности, абстрактные совершенно. А если учить язык жестов и глухих, там довольно быстро можно понять, почему вот так руками машут, что мы при этом изображаем. и поэтому изучается язык глухих довольно легко при всей его там иероглифичности и оторванности от нашего. С точки зрения грамматики, жестовые языки обычно аморфные, то есть они не имеют грамматических форм. Они действуют по принципу агглютинации. Ну, в этом плане тоже, да, напоминают китайский, правда, древнекитайский, которого не было в грамматике еще. На современном есть много окончаний всяческих. Значит, агглютинативные они жесты, то есть есть у них порядок синтаксический. Допустим, в большинстве, в том числе в нашем русском, сначала идет действующее лицо, потом действие, потом предмет. Ну, то есть они показывают, допустим, я, потом работать, потом они показывают, допустим, ну, что я работаю там. Я работаю, допустим, в магазине. Я работаю, торговать. Вот. То есть при этом никаких грамматических, там, конечно, показателей нет. Они показывают просто значение подряд, без грамматики. Отсюда важно получается порядок слов. То есть если так вот на нашей берете, изолирующий язык, как вьетнамский, как древнекитайский, вот такой вот. Ну, примеры, значит, из Википедии. Я сегодня не была на работе, потому что тяжело заболел ребенок. Это по-русски? Значит. А на языке глухих будут такие жесты. Я, работать, сегодня, быть нет. То есть отрицание идет. Почему? То есть дальше будет объяснение. Ребенок, больной, тяжело. Вот все. Грамматики нет. Совокупные жесты, которые связаны просто вот. Хотя будет какие-то, вот, допустим, почему? Ну, это тоже отдельное слово, которое просто обозначает, что дальше будет причина. Да, это на самом деле без показателей. Категории времени тоже дополнительные жесты. Допустим, то, что будет в будущем. Они говорят все вот это предложение, а потом говорят некий показатель, что это все будет в будущем. Ну, это вот все напоминает очень древнекитайский. Однако, есть особенности, которые никак уже в жестовых не отражаются. Допустим, жест более сложный, чем звук. Вот у нас звуков там штук 30, да, а перемножьте, там примерно 20, этих, блин, табов, да, 20 дезов и 20 сигов. Будет до хрена. То есть, один какой-то жест он может передавать в связи с этим сложную информацию. Ну, вот в частности, информация объект больших размеров движется по мосту, это один жест будет. Как я уже говорил, у них абстрактный идти нету, допустим, идти по мосту, это отдельный жест. Это что говорит, что одновременная передача информации. В любом звуковом языке информация всегда последовательно передается, они могут большой объем информации передать одновременно одним жестом. Потому что можно построить жестов гораздо больше, чем слов звукового языка. Помимо самих жестов, которые какое-то значение передают, они какой-то взгляд еще, да, каким-то взглядом же они смотрят при этом. Выражение лица какое-то делают. Это дополнительную информацию вносит. Примерно аналогично как у нас интонация. То есть, я могу сказать, допустим, стой, спокойно, или я могу сказать стой. Они же интонацию не могут применять, они глухие. Они при этом выражение лица используют. Если, допустим, он так смотрит строго, это значит, он хочет приказать. Если он не строго, значит, не хочет приказать. Ну, тем не менее, жестовый текст получается сильно нелинейный. В основе, конечно, все равно линейный, они располагают же их в каком-то порядке логическом жесты, но линейность гораздо ниже, чем в звуковом языке. Жест, к тому же, у них может в процессе исполнения модуляция подвергаться. Они немножко по-разному могут это все. Они как бы понимают, но при этом они немножко, каждый немножко по-разному это все изображает. Ну, синтакси сам локализованный. То есть, у них мышление все равно получается пространственное. У нас мышление последовательное на звуковом языке. А они для того, чтобы сказать что-то, располагают эту информацию в пространстве, вокруг себя. То есть, мы располагаем информацию во времени всегда, когда звуком говорим. А они в пространстве. Это другая логика. Она тоже структурная, там можно все разделить на элементы минимальные, построить систему, можно. Это тоже язык. Но язык другой, устроенный по-другому, пространственно. Но опять же, я тут же должен сравнивать с иероглифами, на которых я постоянно работаю, где тоже в какой-то степени пространственно внутри иероглифа организованное значение. Классификация. Ну вот, классификация по разным принципам. Допустим, по принципу соответствия языковому языку. Часто есть дактилирующие просто языки, просто перекодировка звукового языка. Есть такие непохожие. Потом по тематике. Профессиональный язык, допустим, токелажников, где только несколько десятков жестов. Есть жестовые языки, ограниченные по применению, профессиональные и есть общие жестовые языки. Что касается вот этих общих жестовых языков глухих, сейчас они высокоразвитые и даже сейчас применяются в системе высшего образования. То есть образование глухих даже полностью на жестовом языке и среднее и высшее осуществляется. На международных конференциях обсуждают научные проблемы глухие на языке глухих. Ну и также естественно их классифицируют исторически. языки аборигенов, языки XVIII века, современные и так далее. Значит, да, и в принципе какие-то семьи тоже существуют. Допустим, я говорил американский, он французского происходит, а британский жестовый язык совсем другой. То есть, причем семьи этих жестовых языков не зависят от звуковых языков. Вот, кстати, в Германии и в Австрии там один немецкий язык, а вот австрийский жестовый язык и немецкий жестовый язык вообще никак не связано. Для жестовых языков очень много диалектов существует. Вот, допустим, московский жестовый язык и ростовский говорят отличаются. В то же время в ряде стран много языков звуковых, но один жестовый. Допустим, в ЮАР 11 официальных языков, черные, там белые, банту и все такое, а жестовый язык один и для черных и для белых. По порядку слов также они различаются. порядок слов там важен для понимания, может быть разный. То есть, в некоторых субъектах объект глагол, в некоторых субъект глагол объект, в русском субъект глагол объект. Ну и другие там есть принципы, по которым конструируются, и причем вот это очень важно, то что нету никаких окончаний, и по принципам конструкции предложений тоже там классификация возможна этих языков. Ну, в настоящее время статус какой? Борются они за повышение статуса, есть много школ, детских, садов и глухих, где общение, обучение полностью идет на жестовых языках, там вот, где как раз одни глухие. На самом деле мы как бы просто в этих местах не присутствуем, а есть довольно много площадок, на которых только жестовые языки. кружки там для глухих есть, курсы всевозможные, кстати, которых обучают жестовый язык. Родители глухих детей тоже все на жестовом языке с детьми своими говорят. Ну, всем известно, что пытались вести передачи, переводили все на язык глухих, у нас перестройку пытались вести на центральном телевидении, все ржали над этими сортопереводчиками. На самом деле дело серьезное, потому что глухие не понимают, что там несут по телевидению поэтому в принципе они добиваются все время, чтобы сделали официальным и чтобы ставили сортопереводчика при каких-то важных сообщениях там по телевидению, чтобы глухие могли понимать. Телепередачи делают различные тоже, сортопереводом, словари жестовые выпускают. говорят, что в последнее время допустим в США, в Канаде популярно среди неглухих, среди нормальных людей, тоже изучают все равно язык глухих, можно им же общаться без говорения, да, вот в США много курсов для обычных людей, где они изучают язык глухих, потом могут жестами общаться в обычной ситуации. Ну, у нас сейчас в интернете записи, да, господствуют, что, видимо, облегчает глухим, потому что они по записи все это дело воспринимают. Ну, есть фильмы многочисленные, в которых глухие каким-то образом появляются, и американские, и наши, и там есть язык глухих, конечно. Есть кинокомпания Ковчег в России, которая снимает фильмы на жестовом языке, клипы там и так далее. Много, кстати, песен звуковых перевели на жестовый язык, допустим, гимн России, песни Цоя мы ждем перемен, есть на жестовом языке и так далее. Внезапно, примерно в те же 60-е годы, когда структуралисты жестового языка описывали, выяснилось, что можно жестовым языком обучать обезьян. Обезьян в 60-е годы обучали обычному амслену. Они говорили на обычном американском языке глухих. Выяснилось, что неплохо там они обучаются, по 300-400 знаков она обучается обезьяна, причем обезьяна может изобретать собственные знаки, она может классифицировать, там есть классификаторы языка глухих, часто там применяется, как и в китайском, я говорю, сильно походит на древнекитайский. То есть, чтобы, короче, ну, какие-то предметы обобщить, чтобы уточнить, допустим, вот он махает руками, а потом объясняет, что это фрукт был, или там объясняет, что это были овощи, или объясняет, что это были люди. Вот, там тоже есть это, причем обезьяна, говорят, хорошо освоила, классификатора понимала, это значит, что у нее понятийное мышление есть, она может классифицировать предметы. Выяснилось, что обезьяна метафорически может применять знаки, то есть, с переносным значением, это все, на самом деле, не очевидно. Вот ее, допустим, обучили слово грязный, только в том смысле, вот именно, что грязный, она начала грязный для ругательства употреблять, обезьяна. То есть, человек-то явно не грязный, да, физически, а она его ругает, что он грязный, это вот, значит, она метафорически. Вот, там вообще обезьяна много чего болтала, рассказывала, что она крутая, там, и все такое, самосознание там у нее было, интересные опыты. Ну, вот обучали это именно жестом языку, дело в том, что обезьяна не может гортанью говорить звуки человеческого языка, а руками может махать. Зафиксировано, что обезьяны между собой разговаривали на этом языке глухих и друг друга обучали маленьких, допустим, обезьян. Ну, значит, помимо вот проблемы, что надо жестовый язык везде продвигать, есть проблема, что их постоянно пытаются обучить какой-то смеси жестового языка и национального, чтобы все-таки они как-то говорили похоже на русский, изображали какие-то грамматические категории, но говорят, они это все-то дело не приемлют. Глухие, потому что им проще говорить на своем языке, этом иероглифическом, чем имитировать русский язык непонятно зачем. Ну, и такая же проблема и в Британии, допустим, даже. Пытаются какие-то смешанные, пытаются языки глухих, которые бы имитировали грамматические формы звукового языка конкретного. Это полный абсурд, понятно, о чем структуралисты, кстати, говорили, что это собственная система семантическая, а зачем им вставлять туда элементы другой системы, которая никакой логики в их языке не имеет. Но вот тем не менее все это пытаются продолжать делать, что вызывает конфликт определенный. Кроме того, пытаются признать на национальном уровне в ряде стран, допустим, Исландии, Новой Зеландии жестовый язык является государственным. То есть, сурдопедагоги, дефектологи в статус поднять, чтобы, допустим, официальные сообщения все дублировались на языке глухих. В России федеральный перечень реабилитационных мероприятий включает сурдоперевод для глухих. С 2013 года в Федеральном законе о социальной защите инвалидов в РФ в 14-й статье написано, что русский жестовый язык признается языком общения при наличии нарушений слуха или речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка Российской Федерации. Имеется в виду, что в суде будут дублировать сурдопереводчик, если глухой там, допустим, в суде присутствует, ему должны дублировать на жестах. Но в то же время называют множество проблем. Во-первых, этих сурдопереводчиков не хватает, мало оплачивается, нет методики изучения этого русского жестового языка систематической, язык развивается, много диалектов, взаимопонимание между глухими различных регионов низкое сравнительно. было, допустим, в СССР пять с половиной тысяч сурдопереводчиков, сейчас порядка 800 человек и нужно порядка 5000 на самом деле. Ну и так далее. В общем, дефицит переводчиков, и к тому же их плохо готовят, и часто переводчики глухие не понимают этих переводчиков, потому что у них язык развился у глухих, а переводчиков готовят по программам 70-х годов, когда в СССР это поддерживалось. Сейчас практически не поддерживается, новых программ не разрабатывается, современный язык глухих не изучается и так далее. Вот в России обычно бардак, и никто не занимается этими людьми, у которых проблема со слухом. В Америке говорят настолько хорошо, что там даже те, которые слышат, изучают языки глухих. Помимо этого всего сейчас есть несколько систем записи. Я упоминал уже нотацию с толки. Есть другие системы записи для американского, для испанского жестового языка. Но все-таки адекватная система записи это запись на видео. На Ютубе я посмотрел, есть множество, между прочим, роликов, где пытаются обучать русскому языку глухих, и довольно интересно. Русский жестовый язык, у нас много роликов, где обучают. Ну, понятно, что полностью нельзя, они там показывают несколько десятков слов в одном клипе, но хотя довольно интересно, как у них там слова эти устроены. У них есть определенные семантические связи. Допустим, у них есть эти классификаторы женщина-мужчина, допустим, когда семью они показывают, там, женщину они у щеки показывают, мужчину они у виска показывают, а потом уже от этих слов женщина-мужчина уже образуются всякие названия членов семьи, там, сын, дочь и так далее. Они уже от классификаторов образуются. То есть, у них есть определенные семантические связи в этой структуре напоминающие в наши суффиксы приставки да вот ну и опять же ключи иероглифов все-таки для меня это поскольку я иероглифически грамотный да и часто на иероглифах так пишу или читаю для меня это скорее именно китайский иероглифы напоминает по структуре по своей ну есть шрифт но он дактилированный шрифт для жестовый есть но он основан на обозначении букв жестами ну вот такая история и ближайшие вот два дня посвящены лингвистике то есть в этот четверг и следующий я буду конкретно еще жестовый языке рассматривать